как вас зовут меня зовут александр я татьяна вы так хитрень посмотрите вот кое не знаю конечно но у меня сейчас не стрим память вас девичьи с вами разговаривали мне даже записали бывает память действительно девичьим сожалению чем старше тем больше у меня сейчас не стрим я просто записи можем можем записаться можем не записаться как хотите просто у нас новостей то нету в латвии мне все-таки интересует вот этот процесс и европейский у тебя тут смотрю да на наши у них ну вот открыли нас не выпустили значит только в тестовом режиме на две недели через две недели посмотрит что будет дальше вот и ну вот полное ощущение я сейчас разговариваю с людьми знаешь все они стараются сейчас вот полное понимание что нужно закрывать страну что нужно развивать свою страну что нужно знаешь обратно возвращать все экономики которые у них отсюда повыводили знаешь нижнюю кучу завода все позакрывала даже вот у меня рядом со мной целая улица тут были заводики 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 что там производили все закрыто все развалено все знаешь там уже птицы летают чайки и вот у них знаешь такое прямо все нафиг 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 северсоюз нафиг вот прям у них наше настроение вот прям вот они встретились наконец-то все в куче есть у нас тут одно место где не все все собираются вот они все туда выползли сейчас только об этом разговор под между людьми знаешь и настроены так конкретно серьезно как думаешь вот возможно но не но это серьезно промышленная держава полное ощущение если честно когда начался этот весь евросоюз там вся эта история я одна них смотрела как они соединялись как подключались новые страны да посмотри вот кто помнишь пирамида это не собираю сюда сначала один первый потом еще несколько до 3 потом 10 потом и вот кто первый зашел тот еще что-то поймел а кто заходит позже все меньше и меньше и меньше и меньше и полное мне ощущение что сейчас уже начинают валить те которые нажрались больше всех вот первое вылетела великобритания на все сейчас уже эти потому что они тоже как бы ну что первые там тройки до зашли но были одни из учредителей как бы это сейчас смотрю италия она уже тоже на выходе понимаешь она вся в настроении в таком татьяна все немножко по-другому вся эта работа это помните этот союз назывался союз угля и стали то есть почему почему они тогда создавался евросоюз то есть чтобы главное чтобы хватит воевать между собой да вот это было нужно как-то как-то взаимное какое-то должно быть в германии франции основном великобритания великобритания всегда была отдельным проектом это это они все они всегда смотрелись высоко на зачем они зашли в евросоюз на чтобы 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 рулить на и всей европы а вот нет полное ощущение что они жили своими колониями да вот они вот они хотят тоже вернуться на на круги своя вот я так вижу да то есть восточная европа ведь она тоже вот она получается сейчас бесхозная вот трампу сейчас наплевать на европу да я вижу как пошел раздрай какой-то да вот такой куда куда деваться к чему прицепиться да то есть такое есть и они понимаешь они по когда вот жили под союзом рулил они уже настолько привыкли что ими кто-то рулит что они уже не как бы как и самостоятельно я сейчас смотрел на что что-то решили на две недели там на какое-то послабление выступает наш пример и вижу что мне вот это ничего внятного не скажет вот в четверг мы решим да в четверг вот сегодня у нас понедельник вторник задачи в четверг мы решим у меня ощущение что решать будет брюсселя конечно что что делать что дает перебалтика причине что чех не получил это сверху распоряжение они чуть внятного перебалтика ничего не может сказать потому что в эстонии похуже ситуация в литве там по-другому нас как-то как-то слава богу как-то бог мил будет как-то в этом плане меньше не так много заболевших тогда то есть не так много смерти как-то нас пока не бог вообще даже на этом уровне на уровне карантина применять не применять тоже смотрит брюссель то есть понимаешь совершенно совершенно не умеют сами ничем руководить не понимают не выгода они отдали суверенитет вот так на делайте с нами что хотите только не бросайте это далее отдали вот эти вот даже вот нет личности которые принимают решения которые могут взять на себя ответственность и да я считаю вот так вот мы должны быть или пойдем вот так вот даже этих людей нету на посоветском пространстве вот кто мог принимать решение кто первый мог первый это был лукашенко который послал нафиг америку но за ним стояла россии потом когда он там помнишь был у них на санкции на него наложили там на беларуси потом путин вышел сказал да пошли вы все ну то есть вот вот советском пространстве вот лукашенко да но он был как пробное перо мне кажется вот нашел такой проба пера у него было потом вышел путь или сказал все до свидания а больше вот кто из постсоветских да из этого блока этого ну советского блока да вот это евро европейского кто хоть вообще открыл рот к этому поводу сказал что я хочу суверенитет я хочу свои интересы вот кто я не помню такого я считаю к нету но вот но я считаю что если кто кто придет вот допустим вот модель этого или прибавтики ну или там не знаю в украине там декретом один из первых декретов таких до указов понизить я не сказал просто разорвать дипломатические отношения но по понизить до уровня там консул а послов выгнать да ангар великобритания сша которые которые мутят все это у нас еще знаешь какой какой у нас молдавии посол соединенных штатов света чернейшего и говорит на чистом русском языке они к нему они тут ходят знаешь бьют себя в грудь что они такие молдаване говорят только на молдавском идут в посольство сашку как цинично как издевается над ними и говорят с послом по я очень жалею я очень жалею что вот в кишневе в свое время минут очень хотелось я помню советское время мне почему-то в молдаве хотелось ездить украинские там я так и не доехала ну надо надо ну потому что рига это вообще это такое зал где встречается запад и восток знаете у нас я именно туда и хотела да потому что вот и таллинн там да рига вот эти вот два города мне всегда было интересно в плане фильмы снимали же да вот помню тогда еще жизнь европы снимали где у вас там в реги в таллине да мне все время хотелось именно потому что архитектуру вашу высвечивали очень то есть во всех фильмах вашу архитектуру подчеркивали высвечивали да так и красиво снимали плюс помните такие открыточки были вот такие вот кучка такая открыточка и вот можно было вот это посреди я помню засмотрела прибалтийские помню актеры все таки были красавцы да все таки прям и это я девчонка чё там мне казалось бы из мир как там знаешь вот не так как у нас да то тут немножко по-другому конечно но здесь говорю здесь вот здесь лица посреди запад и восток здесь даже в латашей вот в языке да если внедрение хотя есть и старославянский например слова то а есть внедренные внедренная латынь я бы сказал да вот да и внедрили немцы которые там 700 лет здесь господствовали да и они например как в римском пантеоне был бог брака и семьи помните гимене гимене а гимене 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 точно ну да да так вот вот в латашском языке семья это гимене семья это гимене да 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 это внедрили вот и чисто вот такому как ячейка общества надо как как-то этим немцам как-то обозначать это что это такое да вот взяли этот римское право такое применили много языков от латыни конечно там сколько там не не на это только внутри хотя есть старославянский старославянский здесь слов тоже хватает да вот я всегда говорю самым собеседником если старое слово например божница это ну то то что где икона да вот заходишь там иконостас да а в латашском языке очень часто вот а о меняется базница базница это церковь зная зная русские немецкие вы знаете уже больше половины латышский слов зная молдавский ты практически знаешь итальянский я знаю только вот то что я читал из золотого теленка там тряску романе мара и бронзулетка когда он переходил границу пытался больше у меня румынских слов не ну нету не перед не приходилось никаких слышать скажем так далековато мы от румынии и молдавии до разная группа конечно у меня сейчас такой собеседник был хороший блин из донецка такой колоритный ты себя не представляешь знаешь сзади за ним куча вот этих вот маленьких машинок модельки помнишь еще советском союзе вот эти вот модель открывались дверцы вот это тоже все было сделано целая стена в этих машинках просто заложено так и и такой интересный блин дядька и сорвалось а это действительно суши вы делали эти модельки ведь насколько вот сейчас пойди найти вот такую машинку вот которая сделана вот так сейчас же какое-то все ширпотребное знаешь одноразовое а эти машинки вот он мне даже подачка я смотрю и понимаю что они с тех времен стоят как новые и ничего с ними не происходит какой металл был какая качество металла там сейчас все это уже пасмаска на раз-два даже вот со стороны экологии да смотри тогда же делали да вот я купила один холодильник он у меня 50 лет стоит его не надо не утилизировать как бы 50 ну допустим грубо говоря 50 лет а ну я так вообще его не надо не утилизировать не надо загаживать атмосферу вот этим дальше производством до этих холодильников то есть вы их не так много уже этих производств и уменьшая качество что где что мы делаем убиваем себя понимаешь вот именно а повышая качество допустим там машин там холодильник всего да мы конечно можем и облегчить нагрузку на природу в плане производства потому что я иди мой мамы стоит холодильник минск 4 но я его старше лет лет на пять максимум но он работает зараза работает и хоть бы что вот это вот ручка еще раз кабинет я вот специально уже дальше у меня был такой чисто спортивный интерес я вот тарабанила на дачу думаю вот когда ты сам сдохнешь все я уехал я его утилизировал а он все еще порозил ты понимаешь и причем так никаких проблем ни одного ремонта за все это время умели делать если сейчас я тут вот этот вот этот коронавирус вот сейчас даже был такой момент когда у нас ничего не работало сколько два месяца ничего не работало вот я заметила что я выхожу допустим на улицу у меня есть остров киски он обычно практически не виден потому что ну смог наш вот это вот воздух такой нечистый скажем прямо да тут я заметила что я его вижу постоянно он каждый он у меня прям зачем как на ладони то есть вот это гора фаита я ее тоже видела знаешь как холм ну то есть вот а тут я вижу все подробности вот за два месяца как почистился воздух как стоило только остановить производство ведь можно сделать то же самое просто увеличить качество сократить производство ну вот это вредные особенно да вот какие-то такие то есть и в принципе полно у нас же полной земли у нас полной земли которые не ну вот мы живем в этих клетках до нагруженных друг на друга рассосать людей папа 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 на земле скажем так каждый все свой домик каждый там себе вырыл водичку да там имеет себе ну как бы колодец какой-то маленький огородик сам себе хотя бы там какие-то знаешь овощи ну вот вот такие вот вещи мне кажется но это будущее вот наш нашего человечества если мы не пойдем этим путем мы сдохнем да а еще а еще есть финны что придумали я не говорю на тему там они же сокращают рабочий день собирать в следующем году по моему это сделать сколько у них вот они хотят сделать 6 часов рабочий день при четырехдневной рабочей неделе а слушай а кто у них там работают украинцы я не знаю нет 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 здесь есть есть здесь есть другая логика вот у нас какая автоматизация компьютеризация а кто сказал что мы должны работать восемь часов не знаю на каком заборе это написано это мы это боролись когда вот в начале двадцатого века вот там вот зачем почему 1 мая да вот мы боролись вот прошло 100 лет у нас поменялось вот это поменялось это все поменялось почему логично и тогда освободиться больше времени на свое хозяйство ну то есть вести вот это вот детьми занимаешься своим здоровьем занимаешься своим образованием и так далее ну вот это вот это скучкованность людей в городах она будет провоцировать и и следующие не вирусы и шмирус и ну то есть это вот терка друг об дружку понимаешь а если людей вот так вот маленечко раз раз соединить что другое дело я за то что всех нафиг раскидать по поселкам можно можно также конечно у нас же последние где-то 20 лет наоборот было все деревни закрывались и все города кучковались понимаешь то есть уже деревне пустую там такая технологическая такая не умная технология была сейчас интернет есть мы можем работать удаленно и работать в удаленку можно и по интернету и вот эти вот самые вот если поддержать вот эти маленькие какие-то фермерские хозяйства да вот у них тут так виталий раньше так и жили знаешь маленькое фермерское хозяйство маленький магазинчик и знаешь люди вот живущие вокруг вот этот фермер работал вот на вот на вот этот вот городок допустим да там тот этот молочник тоже работал на этот городок у каждого поэтому у них здесь знаешь они до сих пор ездят из этого города через три города ездят за моцареллы потому что там вкусно это когда-то еще бабушки долбили в ножку что через три города вот там есть один живет там какой-то хороший сарафан да который делает моцареллу лучше всех в италии понимаешь а вот в этом городе лучшая выпечка и они тарахтятся блин другое понимаешь город за выпечкой вот у них до сих пор это как-то в менталитете есть хотя это давно уже не так понимаешь ну вот я в контакте у вас есть посмотрите я фотографии какие рижские курики посылают для ознакомления так что интересно если я не отвечаю просто я не вижу я вижу я без претензий я же понимаю что это самое что еще про ригу сказать ну у нас ну знаете вот пока что какое-то состояние болота пока что я не вижу такого какого-то движения вы мы их им хо клуб я вас не приглашал куда им хо клуб да 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 я увидела я заходила но пока не там есть что-то почитать есть есть там там большой очень большой сайт есть какие-то вещи возможно вам можно что я когда-то такой ресурс назывался гайд парк вот я там когда-то зависала маленько да было 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 да да было что оттуда оттуда я кстати первый раз увидела вот это 10 11 до 10 по моему год вот эти вот украинские русские срачи вот я там увидела первые знаешь там эти полемики ну там понимаешь первое время когда все это начиналось то вели все-таки полемику хоть и какими-то сложно сочиненными предложениями понимаешь начиналось все а где-то уже ближе к тринадцатому году конечно скатилась все на лозунги и на скатилась уже там такой толстый жуткий троллинг и уже мне стало неинтересно а до этого я почитывала мне было интересно потому что люди действительно выражались и их точку зрения я тоже смотрела украинскую и мне где-то процентов но 30 я была с ними даже согласна какие-то они там выдвигали свои претензии и даже как-то знаешь она так обосновывалась так это все было по-людски потом видимо уже некому писать подросло другое поколение да поколение клипового мышления мы говорили да тогда в первый раз что вот что оно такое вот усеченное да и понеслось и люди я смотрю людям просто они не могут невнятно на литературном языке даже выразить простые мысли больше больше мысли не могут больше пяти слов и предложения не влезет все пойдет идет матерок вот такой еще знаешь смотри почему почему такое болото вот в риге да вот вот вы же вроде зашли в евросоюз вам стремится больше не хорошо вот зайдем вот мы зайдем в нато и а что дальше ничего дальше ничего внятного толкового нет идей вам уже даже не морковка не помашешь все вы уже везде вошли да 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 и и что и что дальше вот вот нет зато что мы хотим мы хотим вот больше на не этих натовский баз хотим вот аэродромы у нас там вот бывшие там советские и кстати я поражаюсь даже такой специализации я помню что я тоже служил я в литве служил в латвии живу а в литве служу даже такая специализация то что там где был аэродромы там аэродромы условно там где танки были там 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 будут там будут танки то есть даже у них даже это вот все они не могут как-то переделать свежего они не могут построить тоже те же советские базы на тех же местах и даже специализация вот о чем идет речь я вообще не понимаю какой сейчас смысл в этих всех базах почему потому что нового с кем воевать они собираются допустим с россией но это смешно не на то вряд ли туда полезет и было понятно а у них я понимаю что у них а у них другие знаете как бы генералы только прошедшие войне войне готовятся постоянно на них нет нет будущего нет нет понимания какая может быть война а то что у нас сейчас идет вот это биологическое оружие вот этот коронавирус это чистейший вид в чистом виде это биологическое оружие а нас с такими стептонами с такими признаками но это на это биологическое оружие. К этому надо понимать, что это... По-другому это не назовешь. Я могу, я, например, немножко другое мнение. У меня такое ощущение, что это не биологическое природное оружие. То есть, например, природа создает вот такое оружие. Понимаешь? Природное или с искусственным каким-то началом, да? Но оно работает как биологическое оружие. Вот оно бьет, хорошо бьет, оно очень коварно бьет, да? То есть, с такими вот... Я читаю, как врачи просто в шоке, как оно может изобретательно убивать. Бьет и по почкам, по сердцу, там по-разному бьетам. Такое ощущение, что вот этот вирус, у него мозги, ну, уже, знаешь, в принципе, и может быть. Почему? Потому что вот эта жизнь вируса, да, такая же, как жизнь человека. Ведь мы же тоже как-то сформировали свой мозг, мы его развили, да, путем эволюции. А почему вирус не может развивать свой мозг путем эволюции? Может, запросто. То есть, он может поумнеть. Но алгоритм алгоритм очень-очень интересный на самом деле. Очень интересный алгоритм, как это работает, да, вот как с ним уживаться, с этим вирусом. То есть, это действительно очень математическая, биологическая проблема. Как это всё будет дальше? Это нужно, понимаешь, все вот, это же действительно быть объединение учёных, настоящих учёных, а не тех, которых сейчас расплодилось непонятное, понимаешь, количество. То есть, это действительно должен объединиться весь мир, вот именно научный мир, и решать что, как, понимаешь, разбираться с этим, потому что, ну, блин, ну, это серьезная проблема, и я не думаю, что это одна страна сможет это, ну, как бы, своими силами, да, вычислить это все. Ну, вот, объединяться никто же не будет, ты видишь, что... Нет, ну, надо, вот, вот именно, что начинаются какие-то дурацкие какие-то трения, хотя действительно надо, надо что-то делать объединенно. Вот сейчас они китайны, сейчас они на фоне этого вируса, они начнут бороться с Китаем. Вот свои вот эти вот, ну, сиюминутные интересы, что будет дальше с твоими детьми, внуками, правнуками и прочими, это никто же не может, пофиг всем. Может, планеты есть, планеты. Это то, что всем же Китаем. Нет, внятного планетарного мышления, я бы сказал. Нет, совершенно. Вот, допустим, те же, вот, кто сейчас в медицине, да, сильный, вот, объединились эти страны, вот, под эгидой того же ВОЗ, а что ВОЗ мычало, блин, Что мычало ВОЗ? Я служить, мне было страшно. Там такое ощущение, что там сидят какие-то кухарки, понимаешь, от борща оторвали и попросили помычать. Мне страшно, знаете, Китай как-то контролирует свою ситуацию, да, вот оно, ну, и правительство нормальное. Ну, у меня это в виду, есть алгоритм принятия решения. Государственный, государственный. А что будет с Африкой? А что будет с Африкой? А вот Африка, как континент, она вообще будет в будущем, если вот так вот это? И они опять покрутят насилие. Спасибо, помогите, да, вот это самое. То есть они все разнесут всю планету тогда. Или там надо три, пять, пять этих степеней защиты, чтобы они не прошли никак. Они пройдут. А у вас-то это все рядом? У вас-то вообще там с этого острова на другой остров там и вот уже сапожок итальянский. Ты представляешь, они до сих пор, вот у нас мы все сидим, знаешь, еще люди еще возмущались. Мы все сидим на карантине, а они продолжают принимать беженц. Да вы что? Я не серьезно говорю, две или три выгрузки было по сто человек. Ну, и там очень богатая страна. Нас закрыли, а эти страна. Очень богатая. Да куда там уже, блин. Уже куда там. Они даже не могут выйти на тот уровень, в котором они вошли в Евросоюз. Они раздолгами. Сейчас опять понаберут кучу долгов. Сейчас же Евросоюз-то вроде как им помогает. Ну, там, ну, это, правда, это кредиты, это не поможет. Я считаю, я считаю. Вот. И все, сейчас они еще на себя навесят, понимаешь, эти это все. А куда это все продавать? А рынка... Они опять, они подтянутся к России. Вот Италия подтянет. А рынка нет. Она подтянется к России. И Россия ее примет. Понимаешь? И начнется. Ясно. Ладно, Датьяна, поговорили мы хорошо. Да, поговорили хорошо. Спасибо. Я обязательно, я выложу. И со ссылкой на вот это имхо-клуб я буду. Как хотите, как смотрите там. На ваше усмотрение. Удачи вам. Здоровья. И тебе. Спасибо.